Я буду знаменит, пообещал Мэйер своей семье в 1906 году. Подождите, только несколько столетий. Франк Николас Мэйер, человек, которым двигала любовь к растениям и безудержная жажда странствий. Его жизнь похожа на одно большое путешествие, а смерть при странных обстоятельствах до сих пор является загадкой для биографов. Итак, мы продолжаем рубрику о людях, без которых наши сады были бы скучны. Рубрику о садовых героях и охотниках за растениями. Как его тогда звали, родился в столице Нидерландов в 1875 году. В 14 лет мальчик уже работал в ботаническом саду Амстердама, где спустя 8 лет сделал неплохую карьеру и занял должность главного садовника экспериментального сада. Его способности не могли не заметить. И они привлекли внимание выдающегося ботаника Хуго де Фриза, который на долгие годы стал его другом и наставником. Знакомых будущего ботаника пугала привычка мэйера давать растениям имена и разговаривать с ними, как со старыми друзьями. В своем письме к другу мэйер писал, «Я ухожу от людей и нахожу покой и умиротворение с растениями. Я живу сейчас в ожидании того, что произойдет». Еще одной страстью мэйера были пешие прогулки. Не по городским улочкам или окрестностям города, а по странам. Например, он пешком прошел через Бельгию, Германию, Францию, Швейцарию и Италию только чтобы увидеть апельсиновые рощи Испании. «Путешествия и пешие прогулки – это единственные вещи, которые меня интересуют», – писал он. В 1901 году мэйер покинул Голландию и отправился в Англию, где нашел работу в питомнике недалеко от Лондона. Но голод путешественника вскоре погнал его в Америку. Полученное в Голландии образование помогло ему найти работу в Министерстве сельского хозяйства США. Он нашел работу, которая повлияла на всю его дальнейшую жизнь. Мэйер был назначен особым агентом управления интродукцией семян и растений. Поменяв свое голландское имя «Франц» на более типичное для Америки франк, мэйер отправился исследовать Восточную Азию в поисках экономически значимых растений. Это была идеальная работа – возможность путешествовать, пешие прогулки и растения. И в 1905 году с небольшой командой, включавшей переводчика, нескольких насильщиков и охранника, мэйер прибыл в Шанхай. В течение следующих 10 лет мэйера ждали невероятные приключения. В реальность которых сложно было бы поверить, если бы не дневники, которые он вел. На него нападали дикие звери, медведи, тигры, волки и, конечно, люди. Его грабили, ему угрожали. Местное население, никогда не видевшее до этого европейцев, считало его дьяволом. А гостиницы часто закрывали перед ним свои двери. Во время одной чрезвычайно холодной ночи в октябре 1905 года он остановился в гостинице, где какой-то француз написал на стерне «Отель тысячи клопов». Мэйеру пришлось выбирать – ночевать в холодном номере или зажечь огонь в камине, который пробудил бы клопов к жизни. Он зажег огонь. С Дальнего Востока Мэйер вагонами отправлял образцы хурмы, лотоса, можжевельника, конского каштана, гинкобелоба, а также тысячи семян китайских овощных культур. В общей сложности собрал более двух с половиной тысяч видов растений, включая соевые бобы, несколько новых сортов зерна, фрукты, овощи, бамбук, китайскую капусту, вязы, роски фасоли, побеги бамбука, водяные каштаны, а также огромное количество декоративных растений. А лимон Мэйера? Вы что-нибудь слышали про него? Наверное, нет, если ваш бизнес не связан с выращиванием лимонов. А вот фермеры в США очень хорошо знают это растение и связанную с ним историю. В 1907 году в маленькой деревне под Пекином Мэйер заметил небольшое дерево с ярко-желтыми фруктами. По вкусу плоды были слаще лимона, но кислее, чем апельсин. Мэйер отправил черенки в США. К счастью, он так и не узнал, к чему привело его открытие. А случилось непредвиденное. В середине 40-х годов 20-го столетия лимон Мэйера активно выращивали в Калифорнии. Однако выяснилось, что большинство лимонных деревьев этого гибрида были бессимптомными носителями вируса цитрусовых. Погибли миллионы цитрусовых не только в США, но и в других странах, куда были проданы саженцы. Но еще больше деревьев стали бесплотными. Чтобы спасти оставшиеся растения, в США были уничтожены все саженцы лимона Мэйера. Лишь в 1950 году была выведена безвирусная разновидность лимона. После 25 лет испытаний растение было зарегистрировано как улучшенный лимон Мэйера. Рассказывать о приключениях и открытиях ученого можно долго. В своем гимнике он писал, «Наша жизнь никогда не будет достаточно длинной, чтобы узнать все об этой великой земле. Когда я думаю обо всех неизведанных областях, у меня захватывает дух. Никто никогда не сможет их охватить. Мне придется вернуться сюда в следующей жизни». Франко Мэйера не останавливали ни трудности и неудачи, ни мизерная зарплата, ни насмешливые заметки о нем в американских газетах. «Единственное, что по-настоящему его удручало и вызывало депрессию, это мир на пороге Первой мировой войны. Как знать, если бы не война, может быть, ему удалось уговорить Мичурина переехать в Америку. И история нашего плодоводства пошла бы совсем в другом направлении». Мэйер писал, «Это время, без сомнения, печальное и безумное, и с научной точки зрения совершенно бессмысленное». А в начале июня 1918 года Мэйер совершил последнюю поездку в своей жизни. Он упал за борт пассажирского судна в реке Янзы и утонул. Франк Мэйер был похоронен на кладбище в Шанхае. Крестьянин, который нашел его тело, очень просил отдать ему желтые ботинки утопленника. Я буду знаменит. Подождите только несколько столетий.